Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 2 июля, день Зосима, назван в честь святого мученика Зосиме воина, За отказ поклониться ложным богам, был подвешен к дереву и нещадно бит. В это время с небес раздался голос, который слышали все вокруг. Мужайся, Зосима, ибо я с тобой, и ничто тебя не одолеет. Мучители хотели сжечь мученика. На раскаленный одр положили на гимн святого трастотерпца. Зосима, сотворив крестное знамение, взошел на одр, И тотчас же Господь притворил огонь в росу. Согласно древним поверьям, этот день был самим жарким в году. Сегодня начинали косить сено и заготавливать его для домашнего скота. Начинали сегодня и качать пчелиный мед. Наши предки очень почитали пчелу, считали ее угодницей божьей. Помимо меда, пчела дает воск для свечей и другие полезные продукты. Считалось, что пчела способна ужалить только грешного человека. С наступлением летнего зноя, пчелы наиболее активно трудятся над сбором меда, так называемого главного взятка. В народном календаре существует несколько дней Зосимы, и все они тесно связаны с пчелами, так как Зосима считался их покровителем. Пчельники старались до этого дня не беспокоить пчел и приговаривали, «Рой гуди в поля лети, с полей возвращайся, улик медом наполняйся». Для покровительства Зосими в землю вкапывали кувшин с медовухой, так его задабривали. Сегодня старались помолиться и святому Иову, который помогал избавиться от наговоров и несправедливой обиды. Обиды, приметы. Если пчелы сжалят и злятся, к засухе. Если пчелы сегодня вялые, будет похолодание. Пчелы спешат спрятаться в улик, будет дождь. Питьевой режим. У нас существует чувство жажды. Вот это чувство жажды как раз и подсказывает. Захотели пить, выпили. Не захотелось пить, значит не надо согласно каким-то там нормам вливать в себя вот эту жидкость. Вот сказали, вот столько там граммов жидкости, надо там на килограмм веса тела. Или вообще 2 литра воды надо в течение дня выпивать. У меня вес 100 килограмм, я 2 литра воды могу выпить запросто. У человека 50 килограмм вес, и он этими двумя литрами зальется. И у человека 150 килограмм вес, ему это 2 литра высушит его. Ну вот так вот как-то.